Здравствуйте! Вы на канале Редактура или Жизнь, меня зовут Светлана, и это 21-е видео в цикле роликов о методе книжной архитектуры Стюарта Хорвитса. Если вы здесь впервые, а случайно ткнули на это видео, то я отсылаю вас к вводному ролику, там все рассказано и показано, что у нас тут происходит. Ну, а мы переходим к нашему списку, к тому, который мы писали в самом начале, а именно к сценам, которые мы отметили как плохие и забытые. Вот моя тетрадь, в которой я все это писала. Напоминаю, что у меня было аж на два варианта. Вот у меня был первый список сцен, и я почти сразу же сделала второй список, потому что я действительно забыла какое-то количество сцен, и мне хотелось... не хотелось их дописывать в конце, да, а хотелось, чтобы он шел так, как идет книга, и я их, соответственно, выделила. Мы выделяли, по-моему, голубым мы выделяли забытые сцены, и розовым выделяли плохие сцены. Что же нам с ними делать? И здесь Хорвитс, который такой, видите, планировщик, такой методичный, такой подходящий ко всему, скрупулезный, да, он внезапно немножко переходит на темную сторону, на сторону, да, Джорджа Мартина и компании, и говорит, изучите каждую эту сцену, изучите ее очень внимательно, и почувствуйте, есть ли в сцене это. Это прямо выделено курсивом, да, что такое это? То есть вот сейчас, когда у нас есть тема, когда мы изучили все цепочки, когда мы выстроили все в идеальном порядке, так как нам нужно, мы можем включить ту самую писательскую чуйку, можем про нее вспомнить, писательскую интуицию. И глядя на сцену, мы можем понять, есть ли в ней вот искра, да, есть ли в ней что-то, что дергает за какие-то струны, есть ли в ней то, ради чего эту сцену стоило бы сохранить, доработать, разумеется, и сохранить. Для этого, понятное дело, да, в сцене должно происходить что-то важное, сцена должна отражать какую-то эмоциональную перемену для героя, какие-то новости, какие-то мысли, какие-то события, да, она, возможно, не очень хорошо написана, но теперь, когда у вас есть столько инструментов, да, вы четко знаете, как ее исправить. И если вот в ней есть это зерно, ради которого стоит ее сохранить, ее, конечно, стоит сохранить, видоизменить, дополнить, может быть, соединить несколько сцен и ее вставить обратно, теперь уже вы четко должны понимать, да, на каком месте должна быть эта сцена, что должно быть до этой сцены, какие события должны произойти после этой сцены, то есть она должна идеально вписаться куда-то, и если это так, то, конечно, такую сцену нельзя выкидывать, ее нужно попытаться спасти. Что же с моими сценами? Давайте я прямо вам расскажу по тетрадке, что у меня тут есть. Сначала поговорим, наверное, про плохие сцены. Одиннадцатая, двенадцатая – это полностью переделанные сцены, то есть события в них происходят... их названия остались теми же, в них происходит... суть их такая же, они абсолютно переделаны, то есть герои в них совершают другие действия, другие реакции, у них другие мысли, другие цели, то есть от этих сцен осталось одно название, потому что для сюжета это важно, но вся суть полностью, полностью изменилась. Двадцать седьмая сцена осталась, но опять же получила мотивацию, то есть в ней мотивация героя была из серии «Попытаюсь еще раз». Дело в том, что герой на протяжении книги пытается выстроить отношения с определенными людьми и первый раз вышел, прямо сказать, комом с обеих сторон весьма, и герой, тем не менее, пытается как бы сделать шаг, как это, зарыть топор войны, да, протянуть руку, сделать шаг. У него для этого есть мотивация, и я ее гораздо серьезнее прорабатываю во второй версии, потому что в первой версии это было из серии «Ну, куда мир лучше доброй ссоры?» Надо, наверное, попробовать еще раз. Во втором варианте мотивация будет намного сильнее, чем просто вот такие вот пространные рассуждения, потому что люди, конечно, не любят ходить туда, где им неприятно быть и общаться с теми, с кем прошлое общение было у них неприятным. 44-я сцена осталась, причем она осталась где-то наполовину в своем первозданном виде, но, во-первых, в ней тоже немножко поменялась именно мотивационная часть, потому что там происходит... это достаточно важная сцена, в ней происходят трагические события, но не очень было понятно, зачем те, кто делают в этой сцене плохо, делают плохо, с чего бы они так подорвались это делать. Соответственно, это надо было продумать. Плюс в этой сцене была эротика в финале, и я ее по итогу практически всю... Она пошла под нож. Вообще почти вся эротика, которая у меня была, она пошла под нож. Отчасти потому, что она была в финале, и она как бы финал полностью переделана, вообще не до эротики там. А здесь она лишняя, наверное, с медицинской точки зрения. То есть я подумала, что... Хотя, может быть, в историях о темных пластилинах, да, он спасает героиню от какой-нибудь страшной опасности, и потом у них жаркая ночь любви, я подумала, что вообще люди, когда пережили такой огромный стресс, и им физически некомфортно, то, наверное, они не бросаются, как бешеные звери, друг к другу в объятия. И даже если там происходит какой-то интим, он какой-то вот максимально деликатный. Поэтому сцена претерпела вот такого рода изменения. 56-я сцена остается, но, разумеется, я ее, я про нее забыла. Она важна в плане развития одной из второстепенных арок. Она остается, и ее нужно будет... Она состоит почти вся из диалогов, из серьезного конфликта, и над этим конфликтом нужно будет поработать именно в плане диалога. То есть диалог должен быть очень классным, чтобы эта сцена работала и запоминалась. Я очень надеюсь, что у меня это получится. Ну и, как я уже вам сказала, сцены 65-69, это кульминационные сцены, полностью заменены. То есть они ушли, кульминация была реально плохая. Новый вариант кульминации нравится мне гораздо больше сцен. Кстати, там получилось... Здесь я удалила 5 сцен. В итоге стало 6 сцен. Но я их еще не написала. Я еще, в общем, только в начале пути. Так что не знаю, что там будет. Ну и сцены, которые я сочла... Которые я забыла. Сцена 40-42. Это... Я просто думала, что это все одна сцена. Почему-то в моей голове это... Что все это 43-я сцена, здесь же по списку. А там, на самом деле, их 4. И для этого придется 41-ю сцену сделать гораздо более осознанной. Она абсолютно скомканная. А там есть потенциал вот прям для классных вещей, которые потом будут как-то еще играть. И ее нужно прям будет раскрыть хорошо. 42-я сцена, я ее почему-то в 43-е объединила. Хотя нет, там вполне себе свой конфликт и свое противостояние. 28 и 31. Тоже забытые сцены. Что очень странно, потому что я их должна была бы помнить. Но, видимо, они остаются. Но, во-первых, они у меня частично поменялись. То есть 30-ю и 31-ю я сдвинула чуть дальше. Потому что, особенно, 31-я сцена очень важна для сюжета. И там есть информация, которую мне не хочется раскрывать раньше времени. Поэтому она сдвинута. И они разделены. То есть 28-29 остались на своем месте. 30-31 уехали ниже. Ну и от этого текст, конечно, изменился. И они сами заиграли иначе. Десятая сцена полностью, полностью заменена. То есть она и называется по-другому. И смысл у нее там будет совсем другой. И вообще события там будут абсолютно другие. Вот примерно так я поступила со своими забытыми и плохими сценами. Ваша очередь. Как следует, их анализируйте. Не выкидывайте, с одной стороны, то, в чем есть зерно. А с другой стороны, не жалейте то, где ничего не происходит, ничего не меняется. То есть то, что не является сценой по Хорвитцу. Если там есть какие-то нужные описания, если там просто какая-то данная информация, вы легко можете раскидать это по тексту, легко можете это в другие сцены разместить. А эту сцену не делать отдельным пунктом и не заострять внимание читателя на ничего не происхождений, на отсутствие каких-то событий. Это было 21-е видео в цикле роликов о методе книжной архитектуры Стюарта Хорвитца. И впереди у нас последний, завершающий 22-й ролик, где мы поговорим о том, как же соединять наши сцены в единое повествовательное полотно.